Как поймать кота в ловушку, который боится на улице? Бездомные котята подворотни не дают покоя сердечным людям. Страдальцам выносят еду, иногда решаются забрать домой. Но как поймать кота, чтобы не быть поцарапанным, знают не все. Стоит ли ловить чужих котов? Домашние притомцы попадают на улицу случайно, выпал из окна, проскользнул в открытую дверь. Дорогу домой не находят, становятся беспризорными. Отловить беглеца стоит, чтобы вернуть хозяину. Такие особи идут на контакт, человек для них привычен. Уличных котов нет, а ты просто поймать, так как они дикие. Иногда чужих котов ловят и отдают в риют для животных или забирают в домное воспитание. Это благородные цели, которые оправдывают кошачьи ловушки в отвалах и возле мусорных баков. Других поводов, чтобы поймать кота, как правило, нет. Обратите внимание, отлов всегда сопряжен с риском. Котик в стрессовом состоянии способен покусать, пустить в ход когти. Живя на улице он мог подхватить заразу, инфекции, насекомых. Что учитывают при поимке кота. Состояние здоровья уличных бродяг сомнительное. Чтобы обезопасить себя, к делу подходят основательно, готовят ловушки, лакомства, надевают защитную одежду с длинными рукавами и перчатки. Наблюдают за поведением и повадками бродяги, где чаще обитает, какое угощение любят. Важно! Животные чувствуют угрозу, сопротивляются. Агрессия, реакция на страх, а не свойство характера, поэтому не должна оттолкнуть будущего хозяина. Самодельная ловушка для котов, как поймать уличного кота, который боится людей. Домашних питомцев гонят на улицу любопытство и половой инстинкт. В такие моменты они часто оказываются беспризорными. Иногда люди намеренно выбрасывают хвостатых в мир на произвол судьбы. Понять мотивы трудно, тем не менее, домашняя кошка оказывается в компании бездомных животных. Перед отловом важно понять, особь уличная или потерявшаяся. От этого зависит способ оимки. Внешне в этом не всегда легко разобраться. Обратите внимание, подкормленный сердобольными людьми беспризорный кот зачастую выглядит чистым, сытым, ухоженным. Если животное не голодает, шерстка его опятная. Закалка и хороший иммунитет помогают противостоять инфекциям и паразитам. Поэтому за облюбованную особью наблюдают не менее недели. Как отличить уличного бродягу от потеряшки? Кот не одни сутки находится в подворотне в вечернее и ночное время. Если бы хозяин выпустил его гулять, то на ночь животное возвращалось бы домой на котенке ошейник от блох. Это признак домашнего содержания. Перед прогулкой хозяева защищают любимца от насекомых. Обнаружена бирка с адресом и телефоном. Владельцы предусматривают вероятность того, что пушистый потеряется. Чтобы облегчить поиск, заботливые хозяева чипируют питомцев. Если, встретив незнакомца, котенок боязливо, но идет на контакт, он домашний. Двуногое существо ассоциируется у него с теплом и едой. Дикое животное бежит от людей. Внешне признаки тоже рассказывают кот домашний, но одичалый, либо бездомный с рождения. Со вторым типом дело иметь сложнее и опаснее. О чем свидетельствует внешность подушечки лап? Мягкий котик жил в семье, мало гулял по голой земле. Жесткие натоптанные лапы свидетельствуют об уличном происхождении. Чистые глаза и уши, ухоженные когти, домашний досмотр. Раны, царапины. Кот защищает свою жизнь в суровой борьбе. Признаков кастрации, стерилизации у диких особей нет. Наблюдение и выводы помогают найти правильный способ, как поймать кота в ловушку. Переноска для котов Переноска и специальные клетки для кота Домашние притомцы путешествуют с хозяевами на дачу, в отпуск. Такой котик пойдет в переноску для животных. Он вспомнит ощущение и зайдет в клетку, если там еда. Полы в некоторых моделях сконструированы таким образом, что дверца захлопывается, когда животное наступает на них. Если это обычная переноска, то не стоит захлопывать дверь самостоятельно, так как у котов быстрая реакция, животное сбежит. Лучше привязать к дверке бечевку, оставаться в засаде, захлопнуть капкан, потянув за веревку. Другой вариант. В ветеринарных клиниках и питомниках есть клетки-ловушки. Приспособление берут в аренду на время поимки. Заманить бродягу нужно ароматным яством внутри. Важно. Когда четвероногий поведется на уловку, клетку накрывают плотной тканью, чтобы в темноте котенок отдохнул, пришел в себя. Ловушка для бродячего кота. Мешок, одеяло, парусина для дела не годятся. Экстремальные способы напугают одичалого. Хотя стресс у котов быстро проходит, но они долго помнят зло, поэтому контакт в дальнейшем наладить будет трудно. Прибегают к рыболовецким снастям. Сеть закрепляют на дереве, размещают под ней угощение. Когда доверчивый голодный мышелов начнет есть, дергает за привязанные веревки, сетка накрывает животное. Используют и рыбацкий пацак. Большой треугольный сачок приспосабливают для ловли кошек. Им накрывает животное, незаметно подкравшись. Обратите внимание, конструкции котоловок придумывают из подручных материалов ящиков картонных коробок тазиков. Не все котики любят валерьянку. Валерьянка для кота в корне растения валерьяна содержится экстракт актинидина. Вещество оказывает действие на центральную нервную систему котов. Это не успокоительное средство. Нанюхавшись подопечной впадает в состояние наркотического опьянения и эйфорию. Важно! Большие дозы приводят к диареи, рвоте. Чтобы приманить кота, валерьянкой пропитывают игрушку, тряпку. Когда животное расслабится, впадет в транс, его берут голыми руками. Как поймать кота дома? Домашние друзья не любят путешествовать, но привыкают к переездам с хозяевами. Интуиция подсказывает им, что предстоит поездка, как только хозяева начинают дорожные сборы. Коты ращутся иногда так удачно, что кроме как приманить кота, других средств нет. Коты забиваются в укромный угол и от чужих людей испуга. В квартире отыскать и выманить животное не составляет труда. Нужно только не открывать дверь на балкон и лестничную клетку, так как кот проскользнет незамеченным. Обратите внимание, выманивают дружка из убежища вкусным кошачьим кормом. Сухой не расточает аромат, поэтому предлагают консервированную еду, колбасу, отварное мясо. Охотнее всего питомцы идут на рыбные консервы. Приманку мелко режут, вынимают кости, раскладывают на тарелки. Зовут котенка по кличке с доброжелательной интонацией. На раздражение в голосе кот забьется еще дальше. Кошачий мнюх сильнее человечего в 14 раз. Соблазненный ароматом съестного животное выдаст себя. Меры личной безопасности во время поимки кота. Маленького котенка выманивают шуршащей конфетной оберткой, привязанной на ниточки. Игривые по природе малыши кянутся к муляжу, приняв его за мышку. Остается только поднять комочек за шкирку и быстро прижать в груди. Взрослые особи, несмотря на свой охотничий инстинкт, на такое не поведутся. Осторожные, наученные негативным опытом, они проявляют изобретательность, чтобы убежать. Потребуется приспособление для отлова с приманкой. Важно! Ловец котов должен обезопасить от травмы царапин. Дикие животные могут быть инфицированными заразными заболеваниями. Для поимки нужно надеть толстые перчатки, плотный костюм, который потом не жалко будет выбросить. Острые когти не должны достать до кожи. Что делать, когда кот пойман? Уличного жителя особенно жалко в ненасти, когда он дрожит в намокшей шубке. Глаза умоляют о помощи. Добрые люди решаются отловить и взять бедолагу на воспитание. Первые шаги после отлова. Бездомного кота. В первую очередь нужно показать ветеринару ветеринарный осмотр в клинике. Специалист определит породу. В городах живут коты, предки которых в одном трех поколении были домашними питомцами. Они идут на контакт, их берут в семью. В сельской глубинке к человеческому жилью прибиваются отощавшие лесные камышовые пушки. Представителей дикой фауны возвращают в природу. Исключение – больные и старые особи. Но их берут на дворовое содержание, помещают в вольеры, кормят. Городского бродягу врач осмотрит, нет ли ран, царапин, переломов, конечностей, продезинфицирует болячки, струбки, проверит кожу и шерсть. Наклещивший в шее блох эктопаразитов. Если после есть, то специалист назначит капли, спреи, средства по уходу. Врач возьмет анализы на кишечных гельминтов, индопаразитов. Уличного котенка после визита в клинику купает, сразу пролечивают от глистов. Обратите внимание, на две недели найденыша сажают в карантинный блок. Дома – это отдельная комната, где новому жильцу обеспечивают покой, еду, наблюдают за состоянием здоровья и поведением. Следят, чтобы не было открытых форточек, так как котик удерет. Если он хорошо ест, шерстка блестящая, глаза и слизистые чистые розовые, из ушей нет запаха, через 14-15 дней новосела выпускают в квартиру. Он не опасен для детей и других домашних питомцев. Далее идут плановые посещения в ветеринара, начинается курс вакцинации, обязательные семейств у кошачьих. Это прививки против бешенства, кальцевирусы, хламидиозы и проч. Приручение котенка Если в дом принесли котенка, которого недавно выбросили на улицу, адаптировать его несложно. Он быстро вспомнит ласку у человека, будет благодарен за еду, скоро станет домашним бавнем. Сложнее с жителем подворотник, который рожден от такой же матери. Но воспитание и приручение – дело времени и терпения. Над воспитанником нужно работать. Период карантина используют для социализации новосела. Ему демонстрируют дружелюбие, ласково называют по имени, которые дают стазу, как принесли домой. На первых порах к питомцу заходят два раза в день в одно и то же время. Приносят еду, игрушки. Ставят миску на пол, рядом кладут руку. Можно угощение держать на ладони. Подзывают животное, дожидаются, когда сам подойдет, попробуют лакомство. Проверяют готовность контакту, держат руку над головой. Если в глазах ужас котик зашипел, не стоит давить на животное. Если спокоен, можно погладить по спинке. Каждый раз, заходя в комнату, стучат в дверь. Кот скоро поймет, что угрозы нет, начнет тереться ноги. Хороший признак адаптации идет успешно. Постепенно начинает брать на руки. Первые неудачные попытки связаны со стрессом. У котов разные характеры. Некоторые особи так не становятся пушистыми и ласковыми компаньонами. Ну а домашнить можно всех представителей кошачьих. Главное, не проявлять грубость. Но сразу учат командам запретом. Фу! И нельзя, которые сопровождают хлопком ладони. Обратите внимание. Прививают одну полезную привычку за другой. Ходить в туалет в лоток, не воровать еду, не лазать по столам. Кошачьи игрушки должны быть у каждого питомца. Что потребуется коту, домокотик почувствует себя любимым и нужным, если создать ему подходящее условие. В чем нуждается уличный обитатель? Изолированное помещение. Выделяют кладовку, балкон, ванную. В закрытом помещении должны стоять лоток, еда, вода, защита от посторонних. Сначала с найденышем общается человек, который его прикормил и отловил. Другие члены семьи и домашние питомцы контактируют недолго. Собственные средства ухода и гигиены, щетки, когтеточки, ванночки, игрушки. Разнообразные и красочные, они завлекают питомца, не дают скучать. Важно, главное, чем хозяева должны обеспечить принесенного в дом котенка, любовь. Как отучить кота от улицы? Чтобы бродягу не тянуло привычную среду обитания, его окружают заботой. Что новые владельцы предпринимают, создают комфортные бытовые условия, спальный домик, место для игр, лоток, выводят на балкон гулять. Предварительно заботятся о москитных сетках, решетках на окнах, размещают и несколько лотков. Питомец сам выбирает, где ему удобно ходить в туалет, хорошо кормят. Рацион согласуют с ветеринаром, кастрируют и стерилизуют животных, играют с котенком. Обратите внимание, кота выносят во двор в сумки переноски, не оставляют без надзора. Бродячие коты – жалкие создания. Когда возникает желание забрать страдальца домой, выясняют, не соседский ли это питомец. Отлавливают с помощью переносок и специальных каталогов. Соблюдают личную безопасность, так как кот может быть заражен глистами и наружными паразитами. Дома организуют карантин, одновременно приручают котика. Терпение и любовь делают из беспризорника ласкового домашнего питомца.